Сразу хочу сказать, что мой топ субъективный. В нем я основываюсь не обязательно какие-то показатели и статистику, а на свое собственное мироощущение и впечатление. И в этом топе не будет Санкт-Петербурга и Казани. В первом я живу уже несколько лет, а во втором я родился. И было бы необъективно включать их в этот топ. Они всегда номер один в моей жизни. Я, конечно, не Лебедев и не Варламов, которые буквально весь мир объездили. Но тоже кое-что в этом мире повидал, прочувствовал и понял. Люди, атмосфера, кухня, тусовки, история, народы, архитектура и куча других причин, почему эти города остались навсегда в моем сердце. И это видео получилось даже не просто топом, а набором ламповых историй. И давайте договоримся. Как только вы увидели свой любимый город, сразу лайк тычьте под это видео. И вот мой топ лучших семи городов. Седьмое место. Город благородных тонов и вонючих бомжей. Город вечной романтики и темнокожих банд. Город с грязным метро и дешевыми секонд-хендами. Это Париж. Город, где хотя бы для галочки, но нужно побывать. Вообще у этого города самая успешная маркетинговая компания. Через кино, музыку, книги и тпшные инстаграмы мы знаем, что Париж это самый романтичный город на земле, где лепестки роз буквально сыпятся с неба, а возле входа в метро ангелы наполняют тебя ароматами любви. Но все же Париж оставляет после себя неоднозначные ощущения. Действительно, ты чувствуешь себя в городе приятно, все радует глаз. Архитектура, которая одновременно и ухожена, и в которой сохраняется своя благородная старина. Эти серые крыши парижских домов, они настолько умиротворяют и приятны взору, что новой идеей фиг становится снять какую-нибудь лофт-квартирку прямо под крышей и заливаться вином, стоя на балкончике. Парижские крыши невозможно спутать ни с чем. Кстати, как и петербуржские. А с другой стороны Парижа сплошь заблеванные сидения метро, что кажется, что это какой-то важный акционизм. Это не самые чистые улицы, это дороговизна. Вообще, дороговизна это вещь относительная, но по сравнению с другими странами Европы, недорого жить в Париже, это будет прям челлендж. Я все равно попробовал шикануть за копейки и даже снял об этом классный видос. Посмотрите. Слушайте, я видел это только вот на озере возле деревни. Ну и я покажу, что в Париже возможен супер бич чип мега лоу прайс шоппинг. И, кстати, высокие цены вообще ни разу не гарантируют тебе высокий сервис или качество. А я вот так сделаю, чтобы кушать как белый человек, а не как варвар. Но потом ты свыкаешься с этим на теплых улицах Монмартр, ты просто окутываешься парижским шармом. Реально, шарм это самое подходящее слово. Это не тот город, где хочется бегать от точки к точке, чтобы успеть увидеть все достопримечательности. Тут по кайфу просто быть, просто гулять. Ну и Франция, как и другие передовые страны Европы, это источник произведений искусства, музыки, литературы. Мне нравятся многие французские писатели или книги, события которых происходили в Париже. Триумфальная арка, например. И это так круто оказаться в книжных местах, которые реально существуют и стоят, как и сотни лет назад. Да, после такой ода любви будет так странно это слышать, но шестое место в Сочи. Я не был в Сочи до Олимпиады и кардинальных изменений в этом городе. Впервые я оказался там в свой 25-летний день рождения. Любому россиянину, у которых теплых морей только три с половиной и до которых ехать три дня плацкартам, море... ему достаточно просто быть, короче. Но в отличие от других российских берегов Черного моря, в Сочи довольно интересный климат, который и делает этот город уникальным. А еще это пальмы в городе, это лимонные деревья в огородах, это горы со снежной шапочкой круглый год. «Нифига себе, в России есть пальмы», так сказал мне друг из Дании, когда я ему предлагал в Сочи поехать. И это все не страна, а один только город, в котором вместо привычных нам четырех времен года, три времени года. Тут нет зимы, пошла нахрен зима. Осень тут плавно сменяется весной, и это просто мечта тех, кого досталась северная зима. А все потому, что... Субтропики! Сочи прикрыт северо-кавказским горным хребтом и не пропускает холодные ветра. А теплые ветра, что приходят с юга, задерживаются тем же хребтом в Сочи. Поэтому я с большим удовольствием бываю в Сочи зимой. Улица не заполнена курортниками, город довольно пуст, а зимнее море... Просто сидишь, смотришь на него, пьешь теплый чай с термоса и думаешь обо всем на свете. Ну и, конечно, горы. Это не совсем Сочи, это Красная Поляна, и она интересна также с точки зрения архитектуры. Такая прям вот горная европейская деревенька. Я такого не видел раньше, но пока не побывал в альпийской деревне Шевелар, что на границе Франции и Швейцарии. И понял потом, ага, вот вы где все это подглядели. И это так странно, ты в шортиках с моря садишься в машину, едешь в Красную Поляну, а там холодрыгый снег идет. Зимой тут работает крутая горнолыжка, что делает поток туристов более молодым, чем в Анапе, например. Вот про Анапу реально можно сказать, что там отдыхают чисто менты на пенсии. Ну и плюс Сочи начинает переезжать с семьями. Тут развивается бизнес, это делает город все моложе и моложе, и что самое главное, он все больше становится самостоятельным и менее зависимым от туристического сезона. От других городов российского Черноморского побережья его отличает прекрасная городская среда. Хорошая разметка, тротуары, благоустройство и даже дизайн-код свой какой-никакой есть. Его так обустроили к Олимпиаде, конечно, но это очень важно. Это показывает, какими могли бы быть наши города, если бы деньги не оседали в карманах власть имущих, а реально были бы направлены на дело. Не знаю, как с коррупцией в Сочи сейчас, и местами уже плиточка едет, но в целом Сочи остается и будет офигенно приятным городом. Сочи кайф. Шестое место. Пятое место. В моей жизни это была первая заграница. Я очень тепло вспоминаю те времена, где буквально за 4 дня со мной происходили очень классные события. Я думаю, вряд ли вы угадаете, это Минск, столица Белоруссии. К сожалению, Минск не может похвалиться историческими памятниками и благородной стариной, как Париж. Из исторического здесь только масса советских памятников, проспект независимости и государственная система. Но летний Минск — это место, где ты дышишь полной грудью. На улицах чисто и опрятно, в барах вкусняцкое белорусское пиво, на набережных красивейшие белорусочки. Тут чувствуешь себя как-то беззаботно, что ли. Может, мне всегда везло с погодой, конечно, но только я делаю шаг с автобуса на автовокзале и автоматически улыбаюсь, и сразу прокладываю маршрут через Минские ворота в сторону Немиги и Свислочи. То есть я даже не заселяться иду, а с рюкзаком сразу шагаю по городу. Там в центре есть типа исторический центр Троицкое предместие. Там я захожу в какую-нибудь кафешечку, беру себе дранечков, мочанку, вкусного, насыщенного белорусского пива и смотрю, как течет Свислоч. И кайфую. Я в Беларуси. К сожалению, современный Минск действительно не славится историей. Так уж вышло. Один мой друг белорус как-то пошутил. Ну а что ты хотел, когда у Европы и России какая-то заварушка, Беларусь первый пи***ь получает. История Минска начинается более тысячи лет назад, но с тех пор он полностью разрушался несколько раз. А центр современного Минска находится даже немного в другом месте. Есть легенда даже, что когда Хрущев приехал в Минск и попросил показать исторический центр, был такой неловкий ситуэйшн, потому что показывать особо нечего было. Ну и решили восстанавливать Троицкое предместие на старых фундаментах. Получилось неплохо. Местечко атмосферное, такое место должно быть, ведь Беларусь это не только Советский Союз, это сотни лет европейской и российской истории в том числе. С морем в Беларуси проблема тоже решена. Есть Минское море тут, это местное водохранилище, но купаться в нем нельзя. Прям ходят даже полицейские и следят, чтобы никто не купался там. Вообще я кайфую с людей в Минске. У меня там очень хорошие друзья, и с каждой поездкой я узнаю все больше и больше прекрасных людей. Они легкие, добрые, ламповые. Беларусь, конечно, достойна значительно больше того, что сейчас имеет. Но, несмотря на все усилия последнего диктатора Европы, Беларусь все равно прекрасна. А Минск на пятом месте в списке моих любимых городов. Город, о котором пойдет речь дальше, его достало, что все его путают с другим городом. Если я говорю про Ростов-Великий, а вы представляете басту и жаркий южный климат, то мне за вас стыдно, удалитесь из друзей, пожалуйста. Ростов-Великий – это город в Ярославской области, то есть почти в центре России. И если тезисно, в Ростове-Великом есть офигенный Кремль, в Ростове-на-Дону его нет. Ростов-Великий стоит на берегу Большого озера, а Ростов-на-Дону на реке Дон. Ростов-Великий находится в центре России, а Ростов-на-Дону на юге. И в Ростове-Великом живет 30 тысяч человек, а в Ростове-на-Дону больше миллиона. Путать эти города нельзя, они разные по смыслу и содержанию. А Ростов-на-Дону – это такое, пфф, новострой. Ростов-Великий, он кайфовый. Почему он мной так любим? Если коротко, то ты как будто бы приехал к бабушке в деревню, однако ты находишься в городе, которому 1158 лет. Здесь маленькие, но уютно красивые русские домики стоят прямо под стенами Кремля. Возле домиков сидят милые бабушки, дети бегают с палками, мужики идут с рыбалки. Но несмотря на то, что это один из городов туристического золотого кольца, по нему так не скажешь, честно говоря. Этот город, что странно, не вылизанный, очень многое требует ремонта и благоустройства, особенно дороги и многие исторические здания города. Но в целом все терпимо, и огонек жизни здесь тихо-тихо теплится. Тут, как русский человек, ощущаешь свое природное естество. Погрузившись в эту атмосферу на несколько дней, чувствуешь себя русским мальчонкой из 16 века, который днем помогал матушке в избе, а потом побежал с друзьями в озере болтыхаться. Мне очень повезло в Ростове-Великом. Я жил там прямо в стенах Кремля, в здании бывших митрополитических палат. Кремль закрывался полностью довольно рано, вечером. И если я возвращался домой поздно, я таким большим железным кольцом стучал в огромные ворота, и мне открывали, и я шел к себе в палаты. А утром я просыпался от звонов колоколов в деревянном номере. Были бабушкинские такие занавески, и чуть ли не босиком шел пить травяной чай, который выращивается прямо там же, в стенах ростовского Кремля. Вообще интересный замысел был у строителей Кремля. Он предполагал создание рая в полном соответствии с библейским описанием, окруженный стенами и башнями, райский сад с прудиком в центре. И хоть уже в течение строительства стало понятно, что оборонительной функции Ростовский Кремль нести не будет, он все равно является памятником русской военной архитектуры до Петровского времени. Он действительно выглядит как русская старина, хоть и не является старым по сравнению с другими. Как, например, новгородский детинец, самый старый Кремль России, или Псковский Кром. Но и очень странно, что ростовский Кремль, что Псковский Кром не являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, а только кандидатами пока что. Вот завод по засолке мяса в Уругвай попал в список, а Псковский Кром нет. Ну и, конечно, озеро Нероа, на котором стоит Ростов Великий, оно добавляет атмосферы. Жаль, что озеро постепенно превращается в болото, что очень расстраивает местных. Но пока есть возможность сесть на лодочку и посмотреть на город со стороны воды, это нужно сделать, так как городская панорама с этой стороны, со стороны воды, выглядит очень узнаваемо и неповторимо. И плюс, недалеко от Кремля прямо, можно попробовать местную кухню. Ну, естественно, русская кухня везде есть, но тут можно попробовать рыбу, пойманную прямо в озере Нероа, которую вот поймали накануне. Я попробовал офигенные котлеты из щуки. Это было очень вкусно и круто. Классно, когда место полностью погружает тебя в себя, архитектурой, кухней, атмосферой. Ростов Великий, ты хранишь себе столько хорошего, исконно русского. За этого я тебя люблю и даю четвертое место. Третье место. В 2017 году россиянам стало можно летать в Армению без заграна, которого у меня тогда не было. И я сразу погнал туда и снял там один из первых фильмов для этого канала. Сами армяне говорят, что Ереван старше Рима, а значит, Ереван и Рябуни – это самый старый город, в котором я был. Древность, конечно, там не так чувствуется, как в Риме, а все почему. Спасибо победе социалистической революции, которая снесла не только прежние ценности и уклад жизни, но и нахрен посносила старые дома и памятники архитектуры вместо с ними. Вообще для меня это большая боль. Я видел, как все берегут в Европе и с каким безрассудством разрушено русское архитектурное наследие. Ну а современный Ереван – результат трудов архитектора Таманяна. По решению советского правительства он снес все старое и начал строить по-новому. Ереван – город теплый. Пожалуй, даже в самый холодный день он будет казаться таким просто потому, что в советский период его строили из туфа. Это такой розовато-желтый камень, который превращает город во что-то неузнаваемое. Это одна из самых прикольных фишек города. В центре города кафешки с террасами, а почти с любого широкого проспекта видна гора Рарат. И это очень впечатляет. Когда я приезжаю в Ереван, я приветствую город, поднявшись на каскад. Оттуда открывается лучший вид на гору. И там же на каскаде с ним прощаюсь перед отлетом. Ну и Армения – страна довольно компактная. Что даже местные не говорят, я поехал в другой город. Они говорят, мы поехали за город. Ну а этот за город очень крутой и все очень близко и доступно. Вот, например, храм Гарни – памятник до христианского периода Армении. Это было офигеть, как давно. Первый век до нашей эры, и он всего-то в 30-40 минутах езды от города. Вообще, я уже очень много рассказал об Армении и Ереване в трех разных выпусках на моем канале. Посмотрите. Я люблю Ереван за добрейших людей, теплую атмосферу и близость классных мест. Второе место. Сейчас такой переход кардинальный в Скандинавию. Барабанная дробь. Пау! Стокгольм. Все, что вы представляете про викингов и скандинавов – все правда. По крайней мере, мне так показалось. В Стокгольм я приплыл на пароме из Финляндии, что меня прям очень доставило. Скандинавские страны невозможно представить без моря. Укращение холодной стихии. Поэтому добираться до скандинавских столиц лучше морем. В Стокгольме дорого. Например, самый дешевый хостел стоил около 1700 рублей. Я нашел, у кого остановиться на каучсерфинге. Это была девушка из Украины, которая сразу сказала, встретив меня. Ты не пугайся, просто я живу не в лучшем районе Стокгольма. Я такой ок. И когда я приехал, вышел со своей станции метро, это оказался очень даже кайфовый район. Тихий, уютный, без всяких там непонятных и мутных людей. Это были шведские панелечки. И по российским меркам это был бы реально отличный район. Я обратил внимание, что даже на первых этажах на балконах не было не то чтобы решеток. Они были даже не застеклены никак вообще. То есть чисто теоретически любой злоумышленник мог перешагнуть на балкон, оттуда зайти в дом, если дверь открыта, или украсть что-нибудь с балкона. У людей там лежат всякие вещи, гамаки и все такое прочее. Но все ок, судя по всему, и безопасность там на уровне. Несмотря на то, что Стокгольм довольно дорогой город, в нем можно найти досуг вообще за бесплатно. Там более 20 бесплатных, причем реально классных музеев. Каждый день проходят бесплатные мероприятия. Так что даже без денег там скучно не будет. И я снял целый гайд по бесплатным местам Стокгольма. Вот тоже здесь можете посмотреть. Стокгольм мне показался хорошим примером европейской столицы. У него большой концентрированный исторический центр. Это Гамластан. Очень узкие улочки и переулки. Все как мы любим. Шведский стиль это не стереотип. Он чувствуется во всем. От архитектуры и чего-то глобального до простого быта и удобства. Ну и Стокгольм стоит любить как минимум за метро. Это просто как сказка. Хочется сравнить с домами Антонио Гауди в Барселоне. Это самое необычное и интересное метро, которое я видел. Все станции имеют тематическое оформление. Каждая из станций уникальна. Так что запутаться или пропустить свою станцию будет сложно. Ну, либо вы пропустите свою станцию, если вы засмотритесь на оформление. Люди в Стокгольме спокойны и дружелюбны. В их поведении нет ничего, что могло бы показаться недоброжелательностью или агрессией какой-нибудь. Я был там в декабре и думаю, что летом там прям очень уютно и хорошо. Продолжение следует... Вот, конечно. Очень бы хотелось вернуться. Стокгольм, второе место. Ну и первое место. Мой самый любимый город, в который хочется поехать пожить, завести там много друзей, ходить там на работу и видеть каждый день его улицы. У всех есть такой город, а у меня это Барселона. Я ничего не знал об Испании до того, как оказался в Барселоне, на самом деле не было вообще никаких ожиданий. Но Барса начала меня влюблять с незначительных мелочей. С жизнерадостных каталонцев, которые помогли мне разобраться с общественным транспортом в аэропорту, с малинового заката по пути из аэропорта в город, с кабанчиками по дороге в мой хостел. Это же кабаны! Я обожаю этот город, он прям живой. Это региональная столица, столица Каталонии, но он не такой официальный, как мог бы быть, наверное. Даже центр города, готический квартал, например, не превратили в туристическую консервацию какую-то, где нет жилых домов, а только торговли и офисы. Там живут люди, бегают дети, над толпами туристов висит сушится одежда на прищепках. Я был там в очень жаркое время. Перед Барселоной я был в Италии. Весь горел там нахрен и целыми днями страдал от жары и духоты. Я ожидал от Барселоны примерно такого же на самом деле, но в Барселоне было прям оптимально тепло. Возможно, благодаря особой планировке города. Если вы были в Барселоне или видели фотки, вы знаете, что улицы там пересекаются перпендикулярно друг к другу, есть несколько больших диагоналей. И благодаря этому создается тень. Город продувается ветрами, и ты не умираешь от духоты, а в состоянии соображать и наслаждаться городом. И каждый перекресток образует небольшую площадь. Поэтому, несмотря на такую геометрию, ты чувствуешь в городе пространство. Ну и море. Там были самые большие эффектные волны, которые я видел в своей жизни. Барселона стоит на берегу Средиземного моря, и оно было офигенно теплым. Я даже и не знал, что море в принципе таким теплым может быть. Я думал, только в ванне с резиновыми удочками вода такая теплая бывает. Ну и в то время, как на пляже сидели местные, отдыхая после рабочего дня, студенты обсуждали учебу, я, взрослый парень, барахтался в этом море, как ребенок просто. Я видел, что на меня смотрят люди, но мне было так пофигу. Я смотрел вот на огромную волну, которая идет с моря. Она с грохотом меня накрывала, я такой... И пытался удержаться, а меня всего вот так перекручивало, и плавки с жопы слетали. Цены – вещь важная для туриста, но не принципиальная, если мы говорим про впечатления. Стокгольм – вот очень дорогой город, но все равно понравился. А вот Барселона прям очень хорошая и приемлема. Например, я арендовал велосипед на день за 5 евро, что для Европы, ну, очень недорого. Когда у меня в Питере была своя сеть велопроката, у меня велик, по сути, столько же стоил на день. И самый вкусный бургер я скушал в Барселоне. С шампанским это вышло 4 евро. Я как вспомню, я не могу, я сейчас соседей снизу затоплю слюнями. Цены – не приоритет, но если в городе ты можешь позволить себе больше, это же приятно, ну. Эх, поели только я не успел попробовать. Там заведение закрывается очень рано, что странно, конечно. В России ночью даже садовую технику можно купить, а в Барселоне после 9 вечера уже и вина спаели и не покушаешь. Тем не менее, город жив ночами вне зависимости от дня недели. Улица Ла Рамбла, там прям чувствуешь кипение и пульсацию молодой жизни. А узнаваемые виды города на фоне изумительных закатов, которые просто до слез прибирают тебя буквально каждый день. Каждый вечер небо окрашивается спокойно, малиновые градиенты, загораются огни и все становится еще уютнее. Будто в любимой комнате включили абажур. Буквально каждую минуту нахождения здесь меня не отпускала мысль, как здорово было бы здесь жить. Ездить на работу на велике или общественным транспортом. Он тут очень комфортный. Как здорово было бы жить на диагонали, чтобы был балкончик на улицу. И вывесить флаг какой-нибудь, как это делают все каталонцы. У них балкон – это место демонстрации причастности к политическим движениям. Ходить за продуктами на рынок Бакерия, готовить дома вкусные испанские блюда. Как было бы здорово вечерами ходить с друзьями на море или найти какую-нибудь крышу, чтобы там вместе сидеть и пить вино из горла. Я был в Барселоне всего лишь пару дней. Пару дней. А мне бы и одной жизни было недостаточно. Поэтому первое место – Барселона. И если вы еще не смотрели мои видео из Барселоны, то обязательно сделайте это. Ну а вам, ребят, спасибо, что досмотрели это видео. Напишите свой топ в комментарии. Давайте вместе пообсуждаем ваши любимые города. Ну и не забудьте подписаться и посмотреть другие мои душевные ролики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok